Доброе утро. Это третья моя презентация из четырех на эту тему. Всегда трудно просчитать, в каком порядке изложить материал, потому что сначала лучше рассказать об одних вещах, потом, о других, с очередностью всегда непросто. Хотя мы уже много поговорили о том, что может витамин С, сейчас мы с вами повторим, что уже задокументировано о возможностях витамина С. И это особенно важно для меня, потому что даже сегодня мы будем говорить о применении протокола лечения витамином С вместе с гидрокортизоном и тиамином, что снизило уровень смертности от сепсиса с 40% до 1%. И еще есть статьи на эту тему, в которых с большой уверенностью говорится о том, что нет доказательств того, что витамин С может предотвратить что-то, кроме цинги. И сегодня очень глупо и высокомерно делать такие заявления, потому что, как пищевая добавка и витамин, витамин С, несомненно, делает гораздо больше. И если посмотреть на количество статей на портале ПАПМАДС за последние 70-80 лет, то окажется, что витамин С возможно одно из самых изученных веществ. Итак, я хочу более или менее уравнять здесь всех и обсудить некоторую информацию, потому что многих людей, даже тех, кто хорошо знаком с витамином С, впечатляет, когда сводишь воедино всю информацию о том, что сделано с помощью витамина С. Итак, об источниках, введите запрос на ПАПМЭД и часто сможете перейти прямо на краткое описание или саму статью. Некоторых старых источников нет на ПАПМЭД, но если вы потрудитесь полностью перепечатать название цитируемого источника, то сможете перейти на статьи, написанные доктором Фредериком Кленнером. И доктор Кленнер, позвольте я скажу, я безгранично уважаю Лайнуса Поллинга, но ничего бы не было без Кленнера. Когда речь заходит о витамине С, Кленнер – номер один. Итак, доктор Поллинг очень быстро и точно оценил и понял возможности витамина С, и использовал свою славу и известность, чтобы донести информацию о витамине. Но поверьте, все началось с доктора Кленнера. Доктор Кленнер написал 28 статей, именно он задокументировал способность витамина С излечивать многие инфекционные болезни и нейтрализовать любые токсины, в отношении которых он был применен. И я должен сказать, что до сих пор восхищен тем, что когда доктор Альберт Сент-Гьорди выиграл Нобелевскую премию в конце 30-х годов, 37-й или 36-й год, когда-то тогда, за то, что выделил витамин С, то очень скоро, через несколько лет, я даже не знаю, как, наверное, он начал сотрудничество с какой-то фармацевтической компанией, которая смогла поставлять ему множественные дозы витамина С. Я имею в виду, что он просто создал чудодейственный способ лечения прямо из воздуха. Вот что я могу сказать о докторе Кленнере. Я редко использую слово «гений», но я не вижу причин, почему бы не использовать это слово по отношению к доктору Кленнеру. Он просто сделал то, что никогда никем не предлагалось, а именно использовать на полную мощность возможности витамина С. А с другой стороны, было очень смело и рискованно давать больным пациентам средства, которые раньше никогда не использовали. Так что он должен был быть очень уверен в своих аргументах. Хорошо. Здесь я не буду подробно останавливаться на каждом пункте, при желании вы сможете просмотреть слайды позднее и ознакомиться с некоторыми источниками. Но прежде всего, я хочу показать вам, что уже доказано относительно витамина С, не предполагается, не подозревается, а точно доказано. Первое, тесты ин витроу, в пробирке. После открытия витамина С, очень быстро было установлено, что он полностью дезактивирует полиовирус и делает его полностью незаразным. Подобное действие было отмечено на вирус герпеса. Также было задокументировано, что он убивает или дезактивирует, я говорю убивает или дезактивирует, потому что технический вирус – это неодушевленный шарик белка, а не живое вещество. Все зависит от того, как вы на него смотрите. Давайте скажем, что он выводит вирус из строя, подразумевая либо убийство вируса, либо его дезактивацию, это на ваш выбор. Выводится из строя вирусы коровьи и оспы, а также некоторые экзотические вирусы, как вирус табачной мозаики. Он даже выводит из строя вирусы бактериофага. Опять же, вот ссылки на источники. Он деактивирует энтеровирусы, конечно, вирус гриппа, и даже вирус бешенства. Ведь даже сегодня мы считаем бешенство чем-то абсолютно неконтролируемым без драгоценной вакцины. Итак, это были тесты с вирусами в пробирке, а теперь доказательство того, что витамин С может делать в случае заражения человека острой вирусной инфекцией. Самым важным, по крайней мере, на мой взгляд, является то, что доктор Кленнер опубликовал о лечении полиомиелита. Я плакал, когда в первый раз прочитал эту информацию. Когда начинаешь думать о всех тех людях, которых полиомиелит не только убил, но и сделал инвалидами до конца жизни. Ладно, многие из нас не так хороши в математике, но что значит 60 из 60-ти? В разгар эпидемии полиомиелита в Соединенных Штатах в конце 30-х годов доктор Кленнер был терапевтом, врачом общей практики. Ему приходилось работать с пациентами в приемном покое скорой помощи, и тогда дети массово умирали от полиомиелита. Опять же, я не знаю, как ему пришла в голову эта мысль, но он решил попробовать витамин С в лечении. Он делал совсем маленьким детям внутримышечные инъекции, а более взрослым – внутривенные. И я также должен добавить, что по крайней мере в 50% случаев полиомиелит был подтвержден спинномозговыми функциями. То есть это не был какой-то другой вирус или неспецифические симптомы недомогания. У них был полиомиелит. Итак, в 57 из 60 случаев он добился полного излечения в течение трех дней, а для излечения оставшихся трех пациентов потребовалось еще два дня. И хотя он доложил только об одном случае, все равно мы можем узнать очень многое из этого одного случая. Конкретно в этом случае речь шла о маленькой девочке, больной полиомиелитом в течение двух недель, у нее уже был атрофический паралич ног. Атрофический паралич – это мертвое мясо, абсолютно никакой подвижности, чувствительности, ничего. И даже на такой поздней стадии доктор Кленер начал интенсивное лечение витамином С. И хотя лечение заняло не три дня, и даже не пять, но через две недели девочка полностью вылечилась, и могла ходить. В этом зале очень много людей, которые моложе меня, но есть и несколько моих ровесников и тех, кто немного старше и кто помнит аппараты искусственной вентиляции легких. Если полиомиелит поражал дыхательные мышцы, то приходилось сидеть внутри этого металлического ящика, чтобы продолжать дышать. Сведя данные по всем шестидесяти случаям, доктор Кленер представил эту информацию на следующий год Американской медицинской ассоциации в Чикаго. Я не знаю, кидались ли там помидорами или что-то в этом роде. Но после того, как он закончил, ему не задали ни одного вопроса. После него выступали два человека с докладом об аппаратах искусственной вентиляции легких, и им задали очень много вопросов. Я не для того здесь, чтобы анализировать или пытаться понять, почему люди поступают так, как поступают, или думают то, что думают, Но пусть не будет никаких сомнений относительно того, что доказано о действии витамина С. Итак, не только доктор Кленер, хотя он и сделал много, например, использовал внутримышечные и внутривенные инъекции витамина С, но были и другие исследователи, примерно в то же самое время, что и доктор Кленер, также показавшие, что многие симптомы, которые доктор Кленер лечил внутримышечно и внутривенно витамином С, можно было также лечить гораздо большими пероральными дозами витамина С, и это кроме лечения различных вирусных синдромов, витамин С всегда четко демонстрировал как сокращение общей продолжительности болезни, так и интенсивности протекания симптомов болезни, если его использовали для лечения вирусного заболевания. Это меня всегда поражало, вот на этом слайде, когда я был интерном, и затем работал терапевтом в благотворительной больнице в Новом Орлеане, я видел много пациентов с острым гепатитом, у них были желтые глаза, у них была увеличена печень, у них сотни и тысячи раз превышали норму показателей АЛТ, АСТ и ЛДГ, их тошнило. И меня мало что могло убедить тогда, да и сейчас тоже, что этих людей можно вылечить какой-то схемой лечения всего за неделю, когда обычно они болели два-три-четыре месяца и никогда, на самом деле, не вылечивались полностью, и часто впоследствии страдали от хронического гепатита и иногда им даже требовалась пересадка печени. Итак, Кленнер и также доктор Каткарт, американский врач, показали, что острый вирусный гепатит излечим. Я имею в виду, что если подумать о серьезных последствиях этой инфекции, то витамину С эта инфекция нравится больше других, потому что иногда лечение запущенной простуды занимает больше времени, чем лечение острого гепатита. Я хочу обратить внимание на слово «острый». Витамин С неплохо справляется с хроническим заболеванием, но с острым справляется еще лучше. Кроме того, доктор Каткарт из Калифорнии вылечил много пациентов с острым гепатитом, и чаще всего он это делал, назначая очень высокие дозы перорально, через рот. И еще раз, я намерен обратить на это внимание и немного поговорить об этом, не так важно, каким образом витамин С попадает в организм, важно то, куда он направляется и как хорошо концентрируется там, где вам надо, чтобы он концентрировался. И так, можно добиться почти одинаковых результатов при пероральном или при внутривенном введении витамина. Возможно, результат не будет таким быстрым, но он будет. И доктор Каткарт, а он лечил, я думаю, несколько сотен пациентов с вирусным гепатитом, и у него не было ни одного случая перехода гепатита из острой стадии в хроническую. Для тех, кто любит работать с формулами, доктор Кленер набросал протокол лечения для практически всех острых вирусных синдромов. Он назначал от 5 до 700 миллиграмм витамина С на килограмм веса каждые 8-12 часов, и также давал большую дозу перорально. Сегодня у нас есть что-то вроде протокола лечения мультидозами витамина С, и доктор Кленер был первым, кто давно уже применял практически такой же подход. Во времена доктора Кленера не было липосомального или липосферического витамина С, но я уверен, что он бы очень быстро перешел бы к их использованию, если бы у него была такая возможность. Вероятно, как и его работа с полиомиелитом, также впечатляют его отчеты о работе с пациентами, страдающими от острых вирусных синдромов, которые иногда начинались в груди, иногда – в голове, а затем развивались в запущенный вирусный энцефалит вплоть до стадии впадения пациента в кому. И даже на этой стадии доктор Кленер раз за разом возвращал их в сознание в течение нескольких часов после первой дозы витамина С, через несколько дней пациенты самостоятельно покидали больницу. Итак, даже несмотря на это, а у меня есть несколько предположительных механизмов, мы на самом деле до сегодняшнего дня точно не понимаем, почему витамин С делает то, что он делает с вирусами, или клетками, пораженными вирусом. Само воздействие витамина даже не оспаривается. Вот, если вы никогда не видели, кстати, сколько людей видели 60-минутные видео из Новой Зеландии о фермере, впавшем в кому от вируса H1N1? Но многие его еще не видели. А сейчас... Если у вас есть сердце, приготовьте салфетки. Это случилось в 2010 году, и возможно, мы уже на пороге изменений, я надеюсь. То есть уже прошло 7 лет, господи, как бежит время. Но семье понадобилась юридическая тяжба, чтобы их умирающему отцу назначили витамин С внутривенно. Получилось забавно, когда их кузен прислал мне имейл до того, как все это началось. А я не играл какой-нибудь важной роли, нет, он просто спросил меня, «Хорошо, доктор Леви, вы думаете, витамин С внутривенно поможет?» Я ответил, «Ну, шансы, что поможет, велики!» Хотя я не знаю, насколько тяжело состояние вашего отца, но очень вероятно, что поможет. Вот и вся помощь с моей стороны. Затем я пожал плечами, хотя я не написал это в письме, сказал что-то типа, «Это всегда происходит». Каждый раз, когда сталкиваешься с семьей, которая борется, пациенту назначили витамин С внутривенно, а пациент уже был в коме и ему была проведена интубация, рентген показал, что легкие уже не работали. Врачи хотели прекратить поддержание жизнедеятельности организма и позволить пациенту умереть. Семья категорически была против. В первый день ему ввели, кажется, ему назначили по 50 граммам два раза в день. И так, в первый день ему ввели 100 граммов. Через менее чем 24 часа легкие начали очищаться. пациент начал демонстрировать признаки того, что трубка в горле ему мешает. А еще через два дня трубку вынули и он начал дышать самостоятельно и поправляться. И вот, то, что случилось тогда, является одной из самых больших загадок в медицине. И поэтому я совершенно не даю спуску докторам. Многим сукиным детям надо задать жару. Итак, обратно к пациенту. Я приведу вам факты, а вы скажете, приходите ли вы к тем же заключениям, что и я. Ему ввели дозу по 50 граммов два раза в день, и его состояние улучшилось до такой степени, что трубку вынули. Ему стало лучше. А затем, никому не говоря, лечащий врач не прекратил инъекции витамина С, но сократил дозу с 50 грамм два раза в день до одного грамма два раза в день. Зачем это делать? Если считаете, что витамин С бесполезен, отменяйте его, а если считаете, что витамин С помогает, то продолжайте лечение. Но если вы хотите, чтобы пациент умер, и затем сказать, что при этом инъекции витамина С продолжались, то поступаете именно так. Ему место в тюрьме, и его необходимо лишить лицензии. Но это не единичный случай. Мы просто часто не получаем подробностей, как в случае с этим пациентом. Оказывается, этот негодяй понятия не имел о том, на что способен витамин С, потому что когда пациенту снизили вводимую дозу с 50 грамм два раза в день до одного грамма два раза в день, то его состояние продолжало улучшаться, просто гораздо медленнее. А так как трубку уже вынули, то они смогли назначить примерно 6 грамм липосомного витамина С в капсулах пероральной, и рецидив просто не мог уже случиться. Итак, ваш доктор не заслуживает доверия, пока не заработает его. Они не заслуживают доверия только потому, что они врачи. Грустно это говорить, но я так считаю. А теперь перейдем к тому, что уже доказано о воздействии витамина С на другие острые вирусные синдромы. Он очень быстро справлялся с корью и свинкой. И позвольте мне акцентировать внимание на этом сейчас. Вы знаете, что кори свинка часто не опасны и детские заболевания. Позвольте сообщить вам, что если ребенок маленький, у него подавлен иммунитет и он не очень хорошо питается, то кори свинка могут быстро перекинуться на мозг. И есть очень много детей, гораздо больше, чем мы слышим, которые даже умирают либо навсегда остаются инвалидами в результате действия этих вирусов. И совсем не просто получить средство, которое может быстро и точно вылечить от такого клинического синдрома. И такое же действие с вирусом Герпеса. И опять же, позвольте мне подчеркнуть, что мы говорим о ветрянке в острой форме, излечивается очень быстро, с хроническими вирусами гораздо сложнее работать. И я немного поговорю о них. Бешенство. Насколько я знаю, нет зафиксированных случаев излечения бешенства человека с помощью витамина С, я предполагаю, что врачи опасались, что на них подадут в суд, если у пациента будут какие-либо осложнения, а ему не ввели драгоценную вакцину. И когда я говорю драгоценная вакцина, то это сарказм. Но были проведены некоторые поразительные эксперименты на животных, когда животных заражали бешенством, а витамин С справлялся с вирусом бешенства так же быстро, как и с любым другим вирусом. Еще предстоит открыть такой вирус, в пробирке, животном или человеке, с которым бы быстро и полностью не справился витамин С на острой стадии. Возможно, он существует, я не знаю, он еще не открыт. Итак, эта часть была о вирусах. Я называю витамин С абсолютным вирусоцидом. Он умевает или деактивирует любой вирус, с которым имеет дело. Что же касается бактерий и бактериальных патогенных микроорганизмов, то витамин С почти всегда справляется с ними. Вирусы особенно восприимчивы, но бактерии также чувствительны. Витамин С часто имеет бактерицидное свойство, он часто убивает бактерии, но он практически всегда бактериостатический, то есть он может и не всегда убивает бактерии, но останавливает их рост. И теперь особо интересная вещь, в литературе установлено по крайней мере 20 способов того, как витамин С поддерживает, усиливает и наращивает иммунную систему. Он помогает расти Т-лимфоцитам. Он помогает расти Б-лимфоцитам, которые производят антитела. Он способствует продуцированию антител. Он усиливает гуморальную иммунную реакцию. Он усиливает продуцирование естественных клеток киллеров. Он делает все, и даже если вы не думаете, что, меня до сих пор сильно расстраивает то, как много врачей высокомерно считают, что они не будут использовать что-то, потому что не понимают, как это работает. Да, конечно, мне все это не нужно. Все, что мне надо знать, что средство эффективно и безвредно. Если я знаю, что оно никому не вредит и решает задачу, то мы можем разобраться с объяснениями потом. А теперь пример невероятной предвзятости в медицинской литературе. Вы знаете, я говорил уже, что есть где-то 30-40 медицинских статей на ПАП МЭТ о витамине С и его действии, но мы вместе, под мы я имею в виду официальную медицину, мы все вместе запугали исследователей, чтобы те ничего не утверждали. Можно написать статью, глубокую и очевидно доказательную работу, но ничего не упомянуть в результатах или выводах. Все, что они всегда говорят, и не важно, насколько глубоки под тезисы, что это исследование указывает на возможность того, что витамин С может помогать в данном состоянии, но необходимы дополнительные исследования. На первом месте журнал, The New England Journal of Medicine. Я был поражен, когда увидел это первый раз, потому что я прежде всего проводил исследования и не знал о существовании невероятной необъективности. Но у них было сразу восемь молодых людей, кажется большинство из них были девочки, с острой ревматической лихорадкой. И знаете, у них болело горло или был учащен пульс или другие признаки инфекции. И они задокументировали в карточке каждого из этих восьми пациентов, что назначили им прием витамина С. И когда читаешь статью, не выводы, а саму статью, то видишь там, что в результате перорального приема витамина С удалось полностью вылечить все восемь случаев острой ревматической лихорадки. Я сказал, это поразительно. А затем прочитал выводы и спросил, они вообще смотрят на свои данные, обдумывают ли они результаты, которые сами же и получили. Но нельзя сказать, даже если вы это делаете, что витамин С что-то вылечивает. И вот почему в моей первой книге о витамине С, витамин С, средства от инфекционных заболеваний и токсинов, а на самом деле, наоборот, первое название было излечивание неизлечимого. И оно намеренно было провокационным. Но скажите мне, разве игнорировать признание того, что что-то на самом деле излечило от чего-то, не такой же грех, как и избегать такого заявления? Умейте принимать критику. Есть много других инфекций, не вирусных. Хотите верьте, хотите нет, витамин С в малых дозах с некоторыми другими средствами эффективно справляется с малярией. Вы никогда не услышите этого, необходимо глубоко зарыться в литературу, но там все. Проказа, ТИФ, бруцеллез, трихинеллез, опять высокая эффективность. Запомните, когда речь заходит об инфекционных заболеваниях и том, используете ли вы витамин С или антибиотик или что-то еще, то скорость получения положительного клинического эффекта напрямую зависит от скорости размножения патогенных микроорганизмов. Если они размножаются медленно, то быстрого эффекта не будет. И хотя существуют сотни, если почти не тысячи статей о чудесном воздействии витамина С на туберкулез, У нас есть недавнее открытие, примерно годичной давности, где наконец-то заявлено, что похоже, что витамин С убивает микобактерии туберкулеза, но делает это медленно. Также, мы говорили об этом недавно, при некоторых инфекциях, если сильно стимулировать иммунную систему, как с помощью витамина С, и оптимизировать гормоны, например, щитовидной железы и половой системы, снизить окислительный стресс, чтобы инфекция не смогла так быстро распространяться, то вы, от чуда, изолируете инфекцию. Не вылечите, но изолируете и сможете жить с ней. И сможете жить с ней до такой степени, что она не будет угрожать вашей жизни или осложнять ее. Возможно, это и не такой желательный эффект, как полное излечение, но если говорить об эффективности. Поэтому я напоминаю, что было несколько дней назад в колледже, где говорили о патологиях, связанных с инфекциями, и о том, почему туберкулез, который быстро убивал людей, назвали миллиардным туберкулезом. Миллиардный туберкулез просто обозначает его взрывное действие, на рентгеновском снимке было видно много участков быстро разрастающегося туберкулеза и полностью отсутствовала его изоляция. С другой стороны, если посмотреть на пациента, больного хроническим туберкулезом и который давно принимает лекарства, эти лекарства определенно работают, но не излечивают от туберкулеза полностью, а просто замедляют репродукцию до такой степени, чтобы иммунная система смогла отреагировать. Каждый очаг туберкулеза окутан фиброзной тканью, как, помните, я говорил, вы выращиваете фиброзную ткань вокруг кардиостимулятора, который устанавливаете пациенту, потому что это инородное тело. Болезнетворные организмы – это тоже инородные тела, и если их локализовать в таком мешочке, то можно получить реакцию как на инородное тело, и если иммунная система крепкая, то можно изолировать инфекцию еще до того, как излечите от нее. Так же, как и воздействие витамина С на инфекции, впечатляет, а я должен сказать, что очень трудно быть впечатленным после того, как увидишь его действие, например, при полиэмиелите. Почти так же впечатляет его всеобъемлющее воздействие как антитоксина. Да, мы рассматривали это вчера, когда говорили о механизмах, при которых токсины являются прооксидантами, а витамин С – антиоксидантом. И именно поэтому витамин С может нейтрализовать и остановить действие любого яда до такой степени, что с ним можно будет справиться. Опять же, существует множество задокументированных исследований на эту тему, и насколько я знаю, нет такого яда, который бы витамин С не смог нейтрализовать. Итак, что уже на самом деле задокументировано о способности витамина С нейтрализовать, и здесь без домыслов, как при исследованиях, лабораториях в пробирке, так и на живых организмах, животных или человеке. Все токсичные элементы – стуть, свинет, хром, мышьяк, кадмий, никель, ванадий, алюминий, фтор – все это яды. Так, у доктора Кленера был случай, когда врачи продолжали одновременно давать противоядие и витамин С, врачи как бы совместно вели пациента. Кто-то облажался, и решили, что лучше привлечь двух консультантов вместо одного. Каждый раз, когда ребенку давали противоядие, ему становилось плохо, и каждый раз, когда доктор Кленер приходил и давал витамин С, ему становилось лучше. К счастью, пациент был достаточно молод и обладал сильным иммунитетом, поэтому смог справиться с неправильным лечением и в конце концов выздоровел. И был еще случай, о котором я уже говорил, когда витамин С водили внутривенно. Мужчина умирал на носилках в кабинете доктора Кленера, потому что его укусила гусеница большой гарпии. Я точно не отличу гусеницу большой гарпии, если увижу, но их яд очевидно достаточно токсичен. Давление у этого парня упало до 60, и так как в крови циркулировал яд, который еще не отложился в ткани, то витамин С ввели внутривенным впрыском. И такое введение витамина доктором Кленером быстро нейтрализовало яд и нормализовало давление пациента еще до того, как содержание шприца было полностью введено. А теперь для тех, кто хочет неприятностей с законом и полицией, витамин С может помочь не раз избежать их, если вы пьяны. Но не мгновенно, он может помочь сесть за руль быстрее на несколько часов. Это не рекомендация, я просто пытаюсь объяснить, что витамин С может сделать. Барбитураты, я говорю о налоксоне, налтрексоне, они прекрасны, но не настолько как витамин С. Ядовитые грибы. Это очень интересно. Существует не очень много ядов, которые могут сравниться с ядом аммонита фоллоидас в бледной паганке. Этот яд убивает печень, и если он не убьет вас сразу, то вы умрете в течение нескольких недель из-за отказа печени или вам будет нужна пересадка этого органа. Один французский доктор по фамилии Ланге выяснил, что может сделать витамин С, с токсичным отравлением грибами. И я думаю, что он вылечил немало пациентов, потому что он был очень уверен в действии витамина. Когда я говорю «сумасшедший француз», я не пытаюсь унизить всех французов, но он проводил клинические презентации или просто лекции, как я сейчас, на которых перед всей аудиторией принимал дозу этих грибов, в три раза превышающую известную смертельную дозу отравления этими грибами. Затем применял свое лекарство, и оно работало. Я много насчет чего уверен, но я не буду принимать смертельную дозу чего-либо, чтобы просто доказать, что это работает. Пестициды. Был один интересный случай, анекдот, когда три маленьких мальчика примерно одного возраста. Я не знаю, делали ли они такое на Филиппинах раньше, но когда я был ребенком и рос на юге штата Миссисипи, то, ох, комары были такими агрессивными, ближе к вечеру после недели дождей. Идешь по улице и на тебя просто налетают. И ты видишь не просто комаров, а черное облако, которое движется по улице. И я думаю, что если застрять на улице, то они могли бы загрызть тебя до смерти. Но были такие. И это забавно, если смотреть на прошлое с высоты сегодняшнего дня, потому что ты молод и глуп, а родители тоже ничего об этом не знают. Были такие грузовики, которые ездили по окрестностям и распыляли пестициды вокруг себя, чтобы убить комаров в округе. И я думаю, что они делали так, что запах был не особенно безобидным, потому что мы бегали за этими грузовиками. Подобным же образом для опыления сельскохозяйственных культур используют самолеты в Северной Каролине. Снижают самолет и распыляют тонны пестицидов на зерновые. И я думаю, что дети там были такими же глупыми, как и мы в южном Миссисиби, и любили играть внизу под пролетающими самолетами. Однажды эти самолеты распылили особенно большую дозу пестицидов на трех детей, которым было где-то 7-8 лет. И они сразу же, если хотите, вошли в научную литературу, потому что все трое попали в больницу и всем были назначены разные врачи. Одним из врачей был доктор Кленер. И вы, наверное, уже догадываетесь, чем все закончилось, доктор Кленер сразу же понял, что происходит, и дал ребенку большую дозу витамина С, ребенок почувствовал себя лучше, и на следующий день отправился домой. Другим двум пациентам было назначено то, что обычно назначается, регидратоцейонная и поддерживающая терапия, вот что им назначили, и эти дети умерли. Даже такие ужасные вещи, как стрихмин и столбняк. Доктор Кленер вместе с другими врачами лечил пациента, страдающего от столбняка, а столбняк – это одно из самых страшных заболеваний, которые только можно встретить. Каждая мышца в теле превращается в орех, спазм жевательных мышц, челюстью нельзя подвигать, как, впрочем, и другими мышцами тела. Здесь, как в случае со змеиным ядом, есть противостребничная сыворотка, антитоксин. И если бы не Кленер, то ребенок, возможно, бы умер. Другой доктор продолжал давать антитоксин. И хотя он немного ослаблял мышечный спазм, ребенку становилось очень нехорошо каждый раз после его введения. В конце концов, доктор Кленер не ввел достаточную дозу вещества, и все разрешилось. Теперь о хронических заболеваниях. Я не могу так же свободно использовать слово «излечивать», как в случае с острыми заболеваниями. Но могу сказать, что витамин С всегда облегчает их протекание, всегда ослабляет симптомы, сокращает общую продолжительность болезни и иногда излечивает от хронической инфекции. Теперь поговорим о болезни Лайма, СПИДе и хроническом гепатите. Во всех этих трех инфекциях, согласно моей терминологии, есть встроенные болезнетворные микроорганизмы. Обычные острые инфекции циркулируют в крови, находятся во внеклеточной жидкости, возможно, начинают проникать во внутриклеточное пространство, но еще не так долго находятся внутри, чтобы проникнуть глубоко. В случае с этими тремя заболеваниями, болезнетворные микроорганизмы были обнаружены, за неимением лучшего слова я скажу так, глубоко в тканях, в митохондриях, в ядре и даже ДНК, и в витамин С. Как и все остальное, не является какой-то магией. Чтобы передать электрон, он должен получить доступ к болезнетворному микроорганизму, в биомолекуле, и если не может, то он способен принести пользу не напрямую, а напрямую, через неспецифическое стимулирование иммунной системы. Вот почему мы часто не получаем сильный эффект сразу, как в случае с острыми инфекционными заболеваниями, но видим улучшение через несколько дней или недель, потому что мы, так сказать, накачиваем иммунную систему. Обычная простуда, особенно хорошее воздействие, туберкулез, я уже упомянул, коклюш, очень страшная болезнь для родителей и грудных детей, которые слышат пронзительные хрипы ребенка и думают, сможет ли ребенок еще раз вздохнуть. Но витамин С очень хорошо справляется с этим. Как думаете, почему? Это инфекция и токсин. А ребенок страдает и от того, и от другого. Это инфекция поверх токсинов, а вы используете сильнейший антитоксин и противоинфекционное средство. Хотя мы еще об этом поговорим, я хочу сейчас быстро обратить ваше внимание на то, что я не являюсь противником антибиотиков. И секунда не сомневайтесь в необходимости давать антибиотики, предназначенные для борьбы с выявленной инфекцией. Это просто средства. Они работают, причем хорошо, но витамин С помогает им работать еще лучше. Итак, я люблю говорить, простите мне мою грубость, что в официальной медицине есть кое-что хорошее и куча мусора. В нетрадиционной медицине, Боже, я ненавижу этот термин, много хорошего и немного мусора. Но не сомневайтесь, в них обеих есть и мусор, и хорошее. Просто не теряйте голову и не отвергайте все, что относится к официальной медицине, и не торопитесь сразу же применять все, что относится к альтернативной, потому что этим пациентам также не поможешь. Доктор Яно Госса осветил это вопрос. Я не буду здесь задерживаться, только скажу, что радиационное заражение это не более чем механическое, а не физическое воздействие. Это окисление, вызванное механическим воздействием. То есть, радиация наносит вред, как и любой другой токсин, вызывая или приводя к чрезвычайно быстрому и глубокому окислению биомолекул. И единственный случай, когда витамин С и другой антиоксидант не окажет положительного действия на радиацию, это когда облучение было слишком масштабным, когда окисление было чрезвычайно большим до того, как у вас появилась возможность что-то сделать с этим. Были проведены некоторые клинические исследования на животных, с которыми можно ознакомиться. А вот это взято прямо из работы доктора Яно Госса. Есть масса информации о витамине С и других состояний для его применения, и хотя я собираюсь только слегка затронуть их, это не значит, что нет еще больше доказательств того, что я вам показываю. Витамин С помогает противостоять раку, как в пробирке, так и в теле. И если вы откроете сайт клиники Рирден, диктует по буквам диктует по буквам r то найдете там много презентаций и протоколов лечения, которые мы разработали совместно с доктором Ханнингике. У них масса собственных исследований влияния витамина С на рак и подробные статьи, в которых можно подчеркнуть много информации. Ой, я поторопился, вот ссылка. И когда вы смотрите на витамин С и рак, или на самом деле, любое хроническое дегенеративное заболевание, то легко понять результат, который вполне ожидаем. Любое прогрессирующее хроническое заболевание, как, например, те, о которых мы говорили вчера, возникает вследствие сильного увеличения окислительного стресса. При увеличении окислительного стресса увеличивается потребление витамина С и антиоксидантов. Поэтому чем тяжелее болезнь, тем будет ниже уровень витамина С в плазме крови. Рассуждая таким образом, ученые провели несколько очень хороших исследований. Знаете, есть много исследований, в которых пытаются рассмотреть или даже рассматривают витамин С как пищевую добавку, и все такое, и проводят опросы о плане питания и используемых добавках. Это скорее гуманитарные науки, по моему мнению, потому что можно поиграть с данными, и манипулировать ими и получить такой результат, который хочется получить. Но когда начинаешь смотреть на анализы крови, то манипулировать становится сложнее. А когда посмотрели на показатели содержания витамина С в крови, стало понятно, что самые высокие показатели витамина С в плазме крови связаны с самыми низкими показателями смертности от сердечных заболеваний. И это в сравнении с верхней квартилью и нижней – половина шансов смерти. Здесь. Похожий подход. Еще одно хроническое дегенеративное заболевание. Чем выше содержание витамина С в крови, тем меньше у вас шансов приобрести диабет или другое хроническое дегенеративное заболевание. В ходе одного исследования обычно рассматривается одна проблема. Это не значит, что другие аспекты не затронуты, просто по ним надо провести другое большое исследование. А теперь о вымыслах. А их здесь полным-полно. Поразительно, грустно и невероятно, как до сих пор. Например, появляется новое открытие и каждые несколько месяцев в одном из массовых изданий выходит статья «О боже, угадайте, что произошло? Добавки не помогают, и если в них есть витамин С, то у вас в почках появятся камни». Я считаю, что как в медицине, так и в политике, если не понимать, что наглая ложь распространена, то это самообман. Почти у всего есть опасная токсичная дозировка. Я имею в виду, что проводят много испытаний на животных, которым дают то, что называется LD50. Это значит, что животным дают какое-то вещество до тех пор, пока половина из них не умрет. И это можно проделать со всем, что угодно. И представьте, из всех веществ только у витамина С нет токсичной дозы. И в некоторых статьях очень сенсационно освещаются эти темы. В небольшой школе на северо-востоке Соединенных Штатов Гарвард, да, Гарвард провели исследование с небольшим количеством людей, всего лишь 85 тысяч женщин. Простите мне мой сарказм. Не зафиксированы случаи увеличения камней в почках в результате приема витамина С. А затем они пошли еще дальше и провели в Гарварде еще одно исследование. У тех участников, которые принимали больше всего витамина С, был самый низкий риск пострадать от витамина С, вот вам еще одна обраточка. И помните, потому что опять же один человек написал мне на днях, доктор, я знаю, что вы думаете о токсичности витамина С и почках, и так далее, но что вы думаете об этом новом исследовании, и это было исследование, в котором говорилось о том, что витамин С повышает шансы получить камни в почках. А когда читаешь статью, то понимаешь, что они не отделили пациентов, которые принимали большие дозы кальция. Самая частая причина камней в почках – это оксилат кальция. Витамин С и многие, многие, многие другие вещества метаболируются до оксалата. Но повышение уровня продуктов окисления само по себе не является признаком мочекаменной болезни. На самом деле у многих беременных женщин часто наблюдаются очень высокие показатели оксалатов в моче. Но вы не слышите о том, что у беременных появляются камни в почках. Но если вести положительно заряженный ион кальция к отрицательно заряженному иону тода, это просто биохимия. Если перенасытить мочу кальцием и оксалатом, то получишь камни. Еще раз, чем выше уровень витамина С, тем ниже вероятность появления камней. И в моей книге «Излечить неизлечимое» я решил обратиться к литературе и посмотреть, какие еще показатели в моче поднимают эту ужасную вещь, называемую оксалатом. И мне стало скучно после того, как я дошел до 55-го пункта. Итак, теперь вопрос. Сколько из вас думают, что вода ядовита? Хорошо, мы, конечно, не считаем воду ядовитой. Мы считаем ее полезной. Но можно регулярно выпивать много воды и дойти до такой степени, что это может убить вас. Смерть – это довольно сильное токсическое воздействие, а вот принять витамина С столько, чтобы он убил вас, невозможно. Даже столько, чтобы от него стало плохо. Если просто посмотреть на впечатляющую конечную точку смерти, как побочный эффект, не тошноту, расстройство, вирус, головную боль, а смерть, то вода гораздо токсичнее, чем витамин С. Итак, во всем нужен баланс. И нужно рассматривать ситуацию со всех сторон. Я уделю больше внимания этим слайдам во второй части презентации сегодня вечером, из-за некоторых новых открытий, которые были недавно сделаны при использовании витамина С во время лечения сепсиса. И я думаю, что вы обязательно должны знать эту информацию и использовать ее для своей пользы в применении витамина С. Но в случае с витамином С, как и любой другой терапией, есть три важных медицинских факта. Первый – стоимость. Например, у вас есть что-то за несущественную стоимость, или что-то с огромной стоимостью и к тому же малодоступное, как, например, сердце для пересадки. Из-за малодоступности и высокой стоимости вы не можете его предоставить всем. Итак, доступность и стоимость. Номер два – это экспериментальное или недоказанное средство, или его эффективность доказана в пятидесяти тысячах статьях. Номер три – есть ли риск существенных побочных эффектов, или это самое безопасное средство, которое только известно человечеству. Итак, в случае витамина С, он не так уж дорог, его даже можно назвать дешевым. Есть доказательства его эффективности. И, мягко говоря, можно также сказать, что он не очень токсичен, но я бы даже сказал, что он совершенно не токсичен. А теперь давайте пойдем дальше и поговорим о применении витамина С на практике. Я уже говорил, что он существенно, номер один, стимулирует иммунную систему. В книге «Излечивая неизлечимое» есть исследование, которое показывает, как каждый из 20 эффектов, который влияет на иммунную систему, освещается в литературе. У витамина С есть собственные прямые антипатогенные свойства. Это называется реакцией фентона, внутри раковых клеток и внутри болезнетворных организмов. Можно смело рассматривать патоген как раковую опухоль с точки зрения биохимии, потому что внутри этих клеток протекают очень похожие химические процессы. В ходе этих процессов накапливается большое количество железа. Болезнетворные организмы и раковые клетки питаются железом. Многие антибиотики эффективны, потому что они являются хилаторами железа и практически выводят или удерживают то топливо, на котором размножаются раковые клетки и патогены. На самом деле, я считаю это любопытным, но как врачи мы до сих пор прописываем антибиотики больным простудой, хотя и думаем, что это просто вирус, и нас просят не прописывать антибиотики против вирусов, потому что они непригодны в этом случае. Может, да, а может, нет. Некоторые антибиотики связывают железо. А если связать железо, то можно предотвратить размножение вируса. При этом если с простудой не справиться быстро, то она может очень быстро перерасти в бактериальную инфекцию. Поэтому я говорю, если антибиотики есть, то принимайте их. Кроме борьбы с болезнетворными микроорганизмами, витамин С также нейтрализует все связанные с ними токсины. Позвольте я подробнее расскажу о реакции фентона. Во время реакции фентона происходит следующее. Внутри клетки есть железо, а также пероксид водорода. А в случае раковых клеток, по непонятным мне причинам, наблюдается просевший или вообще отсутствующий уровень каталазы, обычно необходимый для разрушения пероксида водорода. В случае отсутствия или пониженного уровня каталазы, поднимается, относительно поднимается уровень пероксида водорода внутри раковых клеток. Я уже говорил, что раковые клетки питаются железом. Таким образом, в раковой клетке происходят две вещи, повышение уровня железа и повышение уровня пероксида водорода. Если передать электрон пероксиду водорода, то вы расщепите его на самый большой окислитель, известный человеку, гидроксильный радикал. И он так быстро все окисляет вокруг себя, что даже не мигрирует, как только он образуется, он окисляет все, что находится рядом. И это самый токсичный эффект, который можно получить. Дело в том, что нужно железо Ф2+, чтобы отдать электрон. Но когда есть железо Ф3+, а это окисленная форма железа, то оно не отдаст свой электрон пероксиду. А если есть агент, например, витамин С, то он проникает внутрь клетки и отдает свой электрон железу Ф3+, превращая его в железо Ф2+, и вы получаете средство природного происхождения, которое может передать электрон пероксиду и спровоцировать формирование гидроксильного радикала. Весь вопрос в доступе, хотя витамин С делает всего лишь одно, отдает электроны, это приводит к глубокому окислению за счет формирования гидроксильных радикалов. И если их сформировать в большом количестве, то можно быстро отрегулировать окислительный стресс внутри клетки, разрушить раковую клетку или заставить ее перейти в состояние апоптоза. И теперь номер четыре, и я прошу вас быть внимательными здесь, потому что на эту тему я хочу поговорить сегодня вечером. Очень важно помнить и понимать, что пытаясь сделать витамин с доступным для пациентов в больницах, мы имеем дело с очень глупыми людьми, наделенными властью, очень глупыми и глубоко заинтересованными в контроле над другими людьми любой ценой. Поэтому не надо биться головой об стенку. У вас не будет разумной беседы с онкологом о лечении рака, или с педиатром о вакцинации. Этого не случится. В случае с витамином С надо использовать другой подход. И не могу сказать, что он точно сработает, но я довольно сильно уверен в этом, если вы запомните эти принципы. Все инфекции поглощают витамин С, и они поглощают его быстро и обильно. Особенно в случае с пациентами, страдающими от сепсиса. Исследования, о котором я расскажу сегодня после обеда, изучали уровень витамина С у таких пациентов с сепсисом. И неудивительно, уровень был не только очень низким, но у некоторых пациентов вообще не наблюдалось витамина С в плазме крови. Итак, вот что. Не надо сразу бежать в отделение реанимации и говорить, что пациентам надо срочно назначить витамин С, чтобы убить их рак, инфекцию, сделать разные чудеса с их иммунной системой и так далее. А надо сделать вот что, измеряете содержание витамина С в плазме крови. И когда показатели будут заниженными, говорите, мы обнаружили нехватку витамина С в крови, поэтому нам необходимо ввести витамин С, чтобы наилучшим образом компенсировать нехватку. И не надо писать в истории болезни, что это хорошо для иммунной системы, что это убьет болезнетворные микроорганизмы или что-то вроде этого. Просто напишите, у пациента зафиксирован низкий уровень витамина С в крови, необходимо назначить витамин С, чтобы восполнить недостаточность. Не надо никого бить молотком по голове, чтобы заставить услышать правду, которую не хотят слышать. Я уже говорил об этом. Развитию хронических заболеваний способствуют, инфекции, внешнее отравление, токсичное железо, кальция и медь, диета с высоким содержанием токсинов и нарушение гормонального баланса. И вот база для лечения, ежедневно предотвращать попадание токсинов, нейтрализовать существующие токсины, вывести их из организма, вылечить инфекционные заболевания, добавки в оптимальном объеме, это не всегда очевидно. И устранить гормональный дисбаланс. А теперь давайте перейдем к особенностям проведения терапии с помощью витамина С, думаю, я уже достаточно хорошо объяснил чудесные свойства витамина С, но не надо использовать его как единственное средство лечения. Используйте и все другие зарекомендовавшие себя средства, просто к ним, в качестве базы, добавьте обильное введение витамина С. Итак, начните с общего представления. Идея, которая заложена в протоколе лечения на базе витамина С, заключается в том, чтобы получить оптимальную концентрацию витамина С в каждом участке тела. Я называю это, попыткой максимально приблизиться или получить нужное насыщение аскорбатом. И это всегда должно быть целью. Иногда в случае небольшой инфекции или несерьезного заболевания, вы принимаете очень большую дозу витамина С в любимой форме выпуска и полностью выздоравливаете. Это нормально. Этого достаточно, чтобы повысить концентрацию аскорбата. Но если повышение этой одной формы приема витамина С до самого высокого уровня не дает вам нужного результата, не думайте, что витамин С подвел вас. Есть много других вещей, которые можно сделать, и много других способов введения. Какие важные факторы существуют для эффективного применения витамина С? Дозировка. Дозировка идет первой по порядку и по важности. Какие три самые важные фактора при выборе объекта недвижимости? Место, место и место. Какие три самые важные фактора во французской кухне? Масло, масло и масло. А какие три самые важные факторы при терапии с использованием витамина С? Дозировка, дозировка и дозировка. Итак, принимая немного не огорчайтесь, если не увидели никакого эффекта. И не думайте, что это значит, что если не попытаться увеличить дозировку, то опять ничего не сработает. Помните, что у каждого свой окислительно-восстановительный баланс в организме. Два грамма могут полностью восстановить и очистить одного человека, а на другого никак не повлиять. Между нами, я пришел к этому выводу некоторое время назад, потому что я читал много работ доктора Клейнера, и хотя у меня никогда не было возможности лечить такой спектр болезней, с которым работал он, я все равно много, от чего лечил, и при этом мне всегда приходилось использовать дозировку витамина С на 20-30% больше, чем использовал доктор Клейнер для получения такого же результата. Что случилось за последние 60 лет? У всех повысилась интоксикация или прооксидантные факторы в организме. Теперь витамину С приходится сначала справиться с токсинами, а затем уже переходить к инфекции или любому другому заболеванию, которое вы лечите. Это еще один камень в огород вопроса о загрязненности нашей окружающей среды, воды, еды и воздуха. Итак, у нас есть фактор дозировки, но также существует еще много других факторов, скорость введения, она может быть очень высокой, средней, очень низкой. Как часто вы даете препарат? Какова общая продолжительность протокола лечения, при острой фазе заболевания? Какой тип препарата вы используете? Какие еще методы лечения, которые вы используете способствуют выздоровлению, безопасность, об этом мы уже немного поговорили, в общем протоколе лечения. Итак, я знаю, что все любят формулы и быть по-настоящему точными. Поэтому, я повторю, не гонитесь за высокой точностью с витамином С. Если вы применяете то, что необходимо для получения нужного вам результата, я уже сказал, что это самое безопасное вещество из всех известных человеку, поэтому не стоит расстраиваться, если примите сто грамм, вместо десяти. В очень общих чертах можно сказать, что для внутривенного использования можно вести 25 грамм в небольшое тело, 50 грамм, в более крупное и небольшое тело или маленькой женщине, 75 грамм, мужчине среднего роста и веса и 100, 150 грамм крупному мужчине. Подумайте об этом так. В среднем 50 грамм, это хорошая доза для большинства людей. Но если вести 50 грамм женщине весом 41 килограмм, то это гораздо больше витамина С, чем 50 грамм для мужчины весом 113 килограммов. Поэтому не думайте, что вы одинаково лечите пациентов, когда назначаете мужчине с острым заболеванием весом 113 килограммов 50 грамм витамина С, так же как до этого назначали женщине весом 41 килограмм. Вы можете дать 50 грамм женщине весом 41 килограмм, но просто помните, что это гораздо больше, чем для мужчины весом 113 килограммов. Источники форма Внутривенно необходим либо аскорбат натрия, либо буферный раствор аскорбиновой кислоты. Аскорбиновая кислота может довольно сильно щипать, если нарушить PH баланс. У ампула аскорбиновой кислоты, которые вы покупаете, достаточно хорошо с подщелачиванием, они буферированы. Если прочитать инструкцию, то в ней сказано, что в них есть бикарбонат натрия. Это не значит, что внутривенное введение не может быть немного лучше, если добавить несколько кубиков бикарбоната натрия, просто возьмите индикаторную PH бумагу, чтобы проверить насколько близки показатели PH 7, подойдет и раствор с PH 5,5 или 6. Но если у вас пациент с очень высокой чувствительностью, тонкими венами, такие, которые часто жалуются на все и от всего испытывают дискомфорт, то доведите показатель PH в растворе до 7. Следующий способ мало кем использовался со времен доктора Клейнера, но я и некоторые врачи, с которыми я работал, считают его очень эффективным, причем он очень эффективен в существенно более меньших дозах, чем внутривенное введение. И это – внутримышечная инъекция. Доктор Клейнер так лечил детей, больных полиомиелитом, один-два грамма в каждую ягодицу, а затем прикладывал лед, чтобы уменьшить боль. Помните, это и сегодня доступно. Здесь этого нет, но сегодня можно назначить два грамма вместе с прокаянным в каждую ягодицу и получить таким образом четыре грамма за один раз. И если внимательно подумать о внутривенных инъекциях, то мы получаем высокие показатели в плазме крови и очень быстрое выведение из организма. То есть у нас есть и плюсы, и минусы. Если вводить препарат внутримышечно, то он высвобождается постепенно, что очень похоже на то, если бы он вырабатывался печенью. Как у других животных. Учитывайте все эти факторы и помните о них, когда будете вырабатывать свой собственный подход к конкретному пациенту. Есть еще липосомальный витамин С. Я консультировал, где-то 11 лет, компанию в США, занимающуюся липосомами, Лифон Лэпс. Я не пытаюсь выставить себя исключительно положительным, но я начал с ними сотрудничать после того, как понял, какой у них замечательный продукт. Расскажу вам сейчас небольшую историю. 11 лет назад, когда я только закрыл свою практику в Колорадо Спрингс, где я назначал внутривенно витамин С, я остался без доступа к витамину С даже для себя. И в компании Лифон Лэпс увидели онлайн, то, что я написал о витамине С и сказали, о, похоже, что с этим человеком мы сможем поработать. И они поговорили со мной по телефону и рассказали мне все о липосомах, о которых я раньше никогда в жизни не слышал. В конце концов, чтобы закончить разговор, я сказал, хорошо, ладно, пришлите мне немного. И они прислали мне коробку, я бросил ее на пол и занимался своими делами еще где-то месяц или что-то около того. И затем я серьезно заболел, прямо вот слег. У меня все еще оставался витамин С в порошке. Внутривенно я не мог его вводить, поэтому увеличил дозу порошка до такой степени, что скоро не слазил с унитаза. В смысле, как только в меня что-то попадало, сразу и выходило. И мне не становилось лучше. Я помнил только одну вещь, только это из нашего разговора по телефону. Они мне говорили, что из-за того, как усваивается их витамин С, он не оказывает негативного влияния на кишечник. Это значит, что я могу принять их препарат без угрозы усугубить диарею и тем самым поднять уровень витамина С. И я принял пять пакетиков, пять грамм. Случайно эта история попала в интернет, и каждый раз, когда вы видите что-то о липосомах, кто-то да напишет о том, как они открыли это. Но все началось с того случая, о котором я вам только что рассказал, истории множатся в интернете. Итак, я взял пять грамм и через час чувствовал себя гораздо лучше, чем при внутривенном введении пятидесяти грамм раствора во время болезни. И затем я быстро принял еще больше, и быстро выздоровел. И я подумал об этом всем некоторое время и сказал, ух ты, пять грамм перорально или пятьдесят грамм внутривенно. И я сделал единственную логически объяснимую вещь в тот момент времени. Я сказал, это невозможно, я проигнорирую это. И сценарию надо было повториться еще несколько раз со мной, с членами семьи и друзьями с тем же самым результатом. И тогда я сказал, хорошо, доктор, сейчас настало время открыть книгу и узнать, что такое липосома и как крошечная доза, принятая перорально, может оказать такой же или даже лучший эффект, чем гораздо большая доза, введенная внутривенно, а это именно то, что произошло. Итак, вы увидите там сказано, что липосомальный витамин С в пять, десять раз сильнее, чем витамин для внутривенного введения. Все, что я могу сказать, это то, что случилось тогда при лечении именно той острой инфекции. Это не значит, что липосомальный витамин С всегда лучше формы, вводимой внутривенно, но помните, что я сказал, чем больше и разнообразнее принимаемые формы, тем лучше. Возможно, если бы у меня был только один вариант, я бы принял липосомальный витамин С, но мне не надо принимать такое решение, потому что я могу принимать столько форм витамина С, сколько хочу. Итак, липосомы – это очень маленькие сферы, размером 100-200 нанометров, и они выглядят как искусственные клетки. Они очень быстро абсорбируются, практически ни одна не достигает прямой кишки, поэтому витамин С не раздражает ее. У вас нет расстройства желудка из них, потому что содержимое защищено от воздействия желудка, а желудок от воздействия содержимого. Это работает в обе стороны, и вы получаете внутри клеточную биодоступность. Но вы получаете внутри клеточную биодоступность без потребления энергии. При внутривенном введении витамину С, который редуцируется, не окисляется, чтобы попасть внутрь клетки необходим активный механизм транспортировки. Поэтому вам необходимо найти энергию, чтобы направить ее на выработку вещества внутри клетки. Витамин С, который вы вводите в кровь и которой окисляется, дегидроскорбиновая кислота, проникает в клетку, потому что нет ионов, нет потребления энергии, но уже есть окисление. Чтобы вернуть все назад к редуцированному витамину С, необходима энергия, которая будет направлена обратно на окисленную дегидроскорбиновую кислоту, чтобы активировать витамин С. Итак, даже если вы ведете его прямо в кровь, необходимо потребление энергии, чтобы витамин С смог проникнуть в клетку в нужной вам форме. Если принимать липосомальный витамин С, даже только перорально, а не внутривенно, в виде этих мельчайших наночистит, то они почти полностью усваиваются. Они проникают сразу в лимфатическую систему, не портальное кровообращение, а прямо в лимфатическую систему, в алелию. Вы очень сильно насыщаете иммунную систему и затем попадаете в лимфатическую, а потом в грудной лимфатический проток и в кровь. И когда витамин попадает в кровь, то проникает в клетку, не потребляя энергию. И происходит, либо обратный пеноцитоз, захват молекулы с внедрением оболочки и выбросом содержимого в клетку, или прямая передача липосомы через небольшие поры в клеточной оболочке, а затем то же самое с митохондрией или ядром. Таким образом, витамин С может очень глубоко проникнуть внутрь клетки и клеточные органеллы, без потребления энергии. И это важно. Также помимо всех этих вещей с витамином С и еще чем-либо, есть еще и разные липосомы. Если это качественные липосомы, то у вас есть то, что называется фосфатидилхолин, а это один из основных компонентов клеточной оболочки в теле человека, в ваших обычных клетках. У этих липосом есть антиоксидантные свойства и они способствуют снижению уровня холестерина и так далее. Откуда появились липосомы? Это очень интересно, потому что Я не знаю, сколько человек знал о том, что произойдет потом, но обнаружилось, что если бросить нужный тип фосфолипидов в воду, то они быстро сформируют шарики и инкапсулируют то, что уже растворено в воде. Так и получились липосомы. И нужно изначально, и это очень важно, рассматривать липосомы в широком контексте применения, как все более и более полезное терапевтическое средство с течением времени. Что произойдет, если принять инсулин перорально? Это просто огромный белок, который вы расщепляете и перевариваете, как и любой другой белок, но свободный инсулин совсем не всасывается, а значит, нет гипогликемического эффекта. Когда вы принимаете инсулин, который по сути является очень большим белком, это не пептид, а большой белок, и инкапсулируете его липосомами, то можно продемонстрировать эффект снижения уровня глюкозы на крысах. Липосомальный инсулин может доставлять инсулин прямо в тело, не расщепляя его. И это очень наглядно показывает способность липосом переносить различные большие молекулы, которые в противном случае бы полностью распались и переварились, если бы их не инкапсулировали. Важно понимать, как я ранее уже сказал, что фосфатидилхолин – это природное вещество, из которого строится клеточная оболочка. И когда липосомы были впервые открыты и получены, то их производили для лабораторных исследований в экспериментах с эквивалентами клеток. И вот здесь, вы видите двойной слой, вот здесь липидные молекулы, фосфатидилхолин, где есть водорастворимые головки снаружи и внутри, и жирорастворимые хвостики внутри мембраны. И это невероятно, но это и есть точная структура большинства клеток в вашем теле. Итак, как оказывается, липосомы – это один из способов, с помощью которого тело естественным образом транспортирует вещества и с точки А в точку Б. То есть я хочу сказать, что вы когда-нибудь задумывались, почему когда в одной части тела есть патология, то скоро у вас появляются доказательства того, что другие части вашего тела знают об этой патологии. Это благодаря таким вот механизмам, вот снимок с электронного микроскопа, где вы видите сердцевину, вещество и билипидную мембрану. Итак, почему это работает так хорошо, потому что, при межклеточном общении, которое происходит у нас естественным образом появляются внеклеточные визикулы, и у них такое же внешнее строение, как у липосом, и как у клетки. Надо помнить, что когда у вас, когда внутри клетки начинает разрушаться какой-либо материал, который затем выталкивается из клетки. То, когда он выталкивается из клетки, то он получает то же строение, что и внешняя оболочка клетки, оборачивается стенками клетки, то есть он фактически становится маленькими клетками-спутниками. Существует четыре основных типа внеклеточных визикул, экзосомы, микровизикулы, апоптотические тельца и липосомы. И единственное их различие, это их размер. Только размер, экзосомы крошечные, они всего 40-100 нанометров в диаметре. Когда их открыли, что менее технологически развитое время, ученые назвали их межклеточным мусорным контейнером. Но вы знаете, вы что-то производите, затем формируете из этого комки и затем ваше тело избавляется от этого. Прошло время и мы теперь знаем, что это не мусорный контейнер, потому что эти вещества помогают клеткам общаться между собой, и было обнаружено, что эти вещества вырабатываются многими типами клеток, они присутствуют в сперме, моче, плазме, микровизикулы, это почти то же самое, но они сравнимы размером с небольшими и очень большими липосомами, от 100 до 1000 нанометров в диаметре. И есть внутриклеточные органеллы внутри клеток, известные как лизосомы, и это один из способов, это и есть мусор, насколько мы знаем, содержимое этих лизосом должно быть окончательно удалено из клеток, чтобы не отравлять их. Апоптотические тельца, когда клетки умирают и начинают сжиматься, и они больше не жизнеспособны, а просто обволакивают остатки того, что внутри клетки, то вы просто берете большую клетку, сжимаете ее и создаете микровизикулы или микропузырьки. И наконец, липосомы. Неизвестно, природного или искусственного происхождения липосомы, но мы знаем, исходя из информации о других визикулах, о которых я только что рассказал, что у них одна и та же функция. И теперь другой фактор введения витамина С, который может дать множество других сценариев применения, это скорость введения витамина С. Как мы видели в примерах, когда пациент очень болен и может умереть в следующие 10 минут, то ему нужно ввести витамин С как можно скорее. Но если у вас есть время, то можно подумать, как его лучше вести быстро, в умеренном темпе или медленно. И вот цитата из статьи Кленера, позвольте мне зачитать вам ее, доктор Кленер записал следующее о лечении пациента с тяжелым одышечно-цейенотическим приступом, который чувствовал, что умирает, я быстро набрал в 50-ти кубовый шприц 12 грамм витамина С через иглу диаметром 20G и ввел витамин внутривенно так быстро, как смог вдавить поршень шприца. Еще до того, как я закончил вводить лекарства, пациент вскрикнул, слава богу. Итак, скорость, скорость введения может привести к смешным результатам. Это могут быть хорошие результаты, но если вы не понимаете, что происходит, то можете запаниковать. Витамин С очень, очень похож на глюкозу. Я говорил уже о том, что если дать большую дозу витамина С, как например, в общеизвестном эксперименте на толерантность к глюкозе, то тело думает, что в него попало много глюкозы и вырабатывает большое количество инсулина, чтобы переработать эту глюкозу. В результате мы получаем быстрое попадание витамина С в клетки, быстрый метаболизм циркулирующей глюкозы и значительная, а часто и глубокая гликемия. У некоторых пациентов мы зафиксировали показатель до 20 мг на куб. Однако, в отличие от терапии потенцированием инсулина, когда вы понижаете содержание глюкозы инсулином, здесь нет большой циркулирующей нагрузки витамина С, которую надо компенсировать. Когда глюкоза медленно понижается собственным инсулином и в то же время в крови содержится большое количество витамина С, то у вас возникает защищенная гипогликемия, потому что клетки в этом случае могут брать витамин С, а не глюкозу. Это не так, как если вы теряете доступ к глюкозе, и затем не понимаете, чем ее компенсировать. Частота. Это большей частью относится к инфекциям. Если есть кто-то с острым инфекционным заболеванием, и вы даете ему большую дозу витамина С, а пациенту не становится лучше, то не теряйте времени и дайте еще одну большую дозу витамина С, с другой стороны, если после первого приема дыхание улучшилось, температура снизилась, нормализовалось потоотделение, и пациент говорит, что ему стало лучше, то тогда можно сократить частоту приема витамина. Частота – просто параметр, используемый при острой форме инфекционного заболевания, и вам нужно применить свои медицинские знания, чтобы решить, достаточно ли быстро вы получаете те клинические результаты, которые хотите. Продолжительность. О, это был трудный для меня урок. Поэтому слушайте внимательно и воспользуйтесь моим горьким опытом, чтобы не повторять эти ошибки. Если лечите острые инфекционные заболевания, часто вирусные, и в ответ на витамин С быстро наступают существенные клинические улучшения, и вы достигаете точки, когда по вашим предположениям инфекция уже на 100% побеждена и пациент на 100% здоров, не прекращайте вводить внутривенный витамин С. Продолжайте вводить те же самые, не меньшие, а такие же большие дозы, которые привели вас к этому результату, еще по крайней мере 24 часа, а лучше 48. Иначе будет рецидив, и по непонятным мне причинам, ослабление симптома или возврат болезни гораздо более пагубны и устойчивы, чем изначальное заболевание. Это относится и к животным тоже, на животных также обжигаешься. Я однажды купил жене, а может, и для себя, не знаю, щенка Минпина весом 150 грамм. Он весил 150 грамм, помещался в небольшой карман. Я принес щенка домой, на вид он казался здоровым. Но я положил его на пол, на его маленькую лежанку и пошел работать за компьютер. И потом краем глаза я увидел, что щенок лежит, распластавшись на полу, словно мертвый. А он и был почти мертв уже. И я сказал, о боже, у меня был с собой липосомальный витамин С, и я взял небольшой шприт, налил в него два кубика молока и затем еще кубик липосомного витамина. И он не полностью растворяется, а делает вещество немного вязким. Я не ветеринар, но я знаю теперь, что по крайней мере, у собак и большинства других животных, последнее, что исчезает перед смертью, это глотательный рефлекс. Поэтому открываешь рот, вливаешь немного, видишь глотательный рефлекс, даешь еще и так далее. Я дал 150-граммовому щенку целый грамм липосомального витамина С. Помните, что сделали 5 грамм с человеком весом в 90 килограммах, а я дал 1 грамм щенку весом в 150 граммов. Это примерно то же самое, если бы я принял 200-300 пакетиков, и я расстроился, но я знал, что я больше ничего не могу сделать, поэтому я вернулся и продолжил работу на компьютере. И затем краем глаза увидел небольшое движение, щенок встал на все четыре лапы, прошелся по комнате, немного пописал, сложил небольшую кучу. И я сказал, хорошо, мы сделали это. И затем, что я сделал? Ничего. Я не дал ему больше витамина С, и через час он опять ослаб и затем умер. Но мне стало понятно, что если бы я продолжил давать ему немного витамина С, то он бы полностью поправился. Подумайте об этом с точки зрения физиологии. Если небольшое животное отреагировало на витамин С, и у него уже практически на пороге смерти начали работать обе выделительные функции, то я не вижу причины, почему бы оно не поправилось полностью, если бы я дал ему больше витамина С. Тип витамина С меняется в зависимости от катиона водорода. Водород, аскорбат, аскорбиновая кислота, натрий, кальций, магний, калий, марганец, цинк, молибден, хром и другие. Позвольте мне сказать, хотя я и не знаю, интересно ли это кому-то из вас, но я опубликовал статью на эту тему на своем сайте PIK Energy.com, кажется она называется маркетинговый миф, как это называется, съедобной формы витамина С. Есть группа врачей, и я не знаю, правда ли они настолько глупы или просто пытаются создать для себя нишу, потому что как в политике, так и в медицине, есть люди, которые пытаются создать себе ими, говоря что-то настолько смешное и странное, что никто не считает это ложью. Люди задаются вопросом, что этот человек знает, чего не знаем мы, и вы увидите большую группу врачей, которые говорят, что, и у них много видео на YouTube о мочее и тому подобном, и они говорят, что нет съедобной формы витамина С и что витамин С, это не аскорбиновая кислота, а аскорбиновая кислота, это не витамин С. Я начну с того, что это самое идиотское заявление, которое только может быть. Итак, если принимать с витамином С другие качественные антиоксиданты, это поможет, да, чем больше вы наполняете антиоксидантную матрицу в теле, тем лучше, и витамин С здесь впереди планеты всей, но не только он вырвался вперед. Так эти люди пускаются в длинные и запутанные объяснения не только о том, что аскорбиновая кислота, это не витамин С, но и о том, что аскорбиновая кислота не может улучшить состояние при цинге, что аскорбиновая кислота не приносит никакой пользы. Я приведу два факта и мы пойдем дальше. Аскорбиновую кислоту открыл Альберт Сен-Дьорди. Доктор Клёнер использовал аскорбиновую кислоту. Доктор Клёнер вылечил все инфекции, перечисленные в моей книге, с помощью аскорбиновой кислоты. Животные, которые вырабатывают витамин С в печени, не производят комплекс витамин С, он не обогащен у них бифлавоноидами и другими добавками. У них просто происходит секреция аскорбиновой кислоты в кровь. Вот что я имею в виду, есть разные виды витамина С, у каждого из них свои качества. Но если вы видите это, не расстраивайтесь, если у кого-то случается озарение. У них просто глубокий момент ослепления деньгами, сопровождающийся отупением. Аскорбиновая кислота – хороша. Аскорбат натрия. Некоторые люди переживают из-за избытка натрия. Вот два источника, с которыми вы можете ознакомиться. Кардиологам стоит перечитать свои книги, а также книги по терапии внутренних болезней, потому что натрий не приводит к увеличению объема, к отекам, к этому приводит хлорид натрия. И в этих статьях очень изящно показано, что натрий в связи с аскорбатом, с бикарбонатом и другими анионами не увеличивает объем, который может привести к отказу сердца и повышенному давлению. При лечении человека с сердечной недостаточностью в реанимации больницы, когда вы хотите назначить пациенту диету, технически не следует говорить о диете с пониженным содержанием натрия, хотя это именно то, что обычно и происходит, а стоит говорить о диете с пониженным содержанием хлорида натрия, потому что аскорбат натрия, даже если взять много-много-много грамм не причинит вреда этим людям. Аскорбат кальция. Надеюсь, с ним мы решили вопрос вчера. Кальций в любой форме. И я хочу кое-что сказать, потому что доктор Янаги Саава уже говорил о кальции. Есть случаи, когда кратковременное введение кальция помогает. Я имею в виду, что прием небольшого количества кальция и периодическое внутривенное введение, это не одно и то же, что три стакана молока в день и три-четыре пищевые добавки с содержанием кальция каждый день. Я имею в виду, что у кальция много полезных свойств, но то, как мы его обычно принимаем, это токсично. Теперь немного о других аскорбатах. Аскорбат калия. Есть исследования, которые доказывают, что аскорбат калия по какой-то причине обладает некоторыми уникальными положительными терапевтическими свойствами. Я не уверен почему, но все, что я могу сказать по этому поводу, несмотря ни на что, не употребляйте аскорбат калия. Почему? Потому что, если дать аскорбат калия тысячи докторов, и 999 из них правильно используют это вещество, найдется один, который возьмет дозу в 20 раз больше, чем нужный пациент умрет. Неверная дозировка аскорбата калия убьет вас за секунды, поэтому держитесь подальше от аскорбата калия. То же самое относится и к минеральным аскорбатам. Знаете, такие вещи, как аскорбат магний и так далее, они полезны. Но у них две особенности. Первое, они делают эту форму аскорбата излишне дорогой, и обычно здесь магний был неудачным примером, потому что его можно брать в больших количествах, а вот аскорбат марганца, молибдена или хрома, если взять нужное количество аскорбата с этими катионами, то будет передозировка. Я имею в виду, что с разными минералами очень велика вероятность передозировки. Поэтому добавляйте минералы избирательно, и берите столько аскорбата на базе аскорбиновой кислоты или аскорбата натрия, сколько чувствуете необходимым относительно указанного количества. Теперь поговорим о химиотерапии. И мне, наверное, следует обновить этот слайд, потому что у нас теперь есть 4-5 хороших статей, которые показывают, что витамин С не только не усугубляет химиотерапию, но и сглаживает ее симптомы. И это интересно, потому что этот вопрос появляется, так как онкологи обращают на нас больше внимания, чем мы думаем. 7-8 лет назад я ничего об этом не слышал. Теперь же появились онкологи, а не только врачи альтернативной медицины, которые говорят, а посмотрите, витамин С нейтрализует химиотерапию. Как будто это было бы замечательно. Витамин С нейтрализует химиотерапию, нельзя принимать витамин С или любой другой хороший нутриент во время вашего курса очень токсичной химиотерапии. Если вы действительно сторонник химиотерапии и совершенно не хотите ослаблять воздействие химиотерапии, убивающей рак, то все, что надо сделать, это отложить введение витамина С на несколько часов. Не дней, не недель, а часов. Химиотерапия не циркулирует по крови весь день. Ее вводят перорально, внутривенно, внутримышечно, она в клетках, максимум несколько часов, а затем можно принимать витамин С, который делает две вещи. Он усиливает окислительный стресс внутри раковых клеток, он помогает химиотерапии убить раковые клетки, и в то же время укрепляет нормальные клетки и восстанавливает их после вредного воздействия химии. Итак, все хорошо, ничего плохого. Единственное, чего лучше избегать полностью, химиотерапии. Но для тех из вас, кто все же хочет ее использовать, не думайте ни секунды, что вы не сможете оптимизировать ее с помощью правильного добавления витамина С. У доктора Клейнера есть одно высказывание. Я зачитаю его вам. Он сказал, цитата, «Аскорбиновая кислота – самое безопасное и самое ценное из доступных средств врачу. При его правильном использовании можно избежать как головной, так и сердечной боли. Внутривенные дозы витамина С. Я уже ссылался на это. Если хотите формулу, вот она. Единственное ограничение при внутривенном использовании – хорошие крупные вены. Когда у ребенка сформируются достаточно крупные вены для внутривенного введения витамина С, можно начинать все хорошо. Но мне надо сказать вам, до тех пор, пока вы не столкнулись с ситуацией угрозы жизни, внутримышечное введение также хорошо работает с детьми. Это может быть альтернативой, и она проще, чем пытаться вводить лекарство ребенку внутривенно. Базовая формула – один, полтора грамма на килограмм веса. Как быстро вводить лекарство, зависит от того, насколько клинически стабилен пациент, общее ли у него заболевание или локализованное, насколько острая инфекция, острое ли токсичное воздействие, острое ли заболевание, болезненные ли внутривенные инъекции. Позвольте сказать так, если внутривенные инъекции причиняют боль, то смените капельницу, остановите ее, поменяйте вену, потому что никогда не надо доводить до фиброза или портить вены витамином С, а если боль очень сильная, новокаин не устранит повреждения, он просто устраняет боль. Вы просто успокаиваете себя и продолжаете причинять вред важной вене. Нужно начинать все сначала, и выбрать более крупную вену, очень часто, это технический момент, которым часто пренебрегают. Есть вена, вы начинаете внутривенную инъекцию, видите, что кровь хорошо возвращается, значит, вы в крови, попали в вену, и каждый раз, когда начинаете вводить витамин С, это болезненно. Очень часто катетер в вене, но давит на стенки вены. С этим трудно что-то поделать, кроме как прекратить ввод витамина и начать в другом месте. Попробуйте войти под более низким углом, чтобы пройти вдоль вены. И тогда боли не будет. Небольшие женщины с тонкими венами. Обычно чем тоньше вены, тем больше дискомфорт. Помните, что температура крови составляет примерно 36,6 градусов, плюс-минус градус. И чем ближе вы будете к температуре пациента, особенно в случае с пациентами с высокой чувствительностью, не всегда, но довольно часто, чем ближе инъекция к температуре тела пациента, тем она менее болезненна. Как это сделать на практике? У вас есть пакет с раствором для капельницы, и прежде чем вы начнете его вводить внутривенно пациенту, берете большую кастрюлю воды, нагреваете воду насколько сможете и кладете в эту воду пакет на 10-15 минут. Доводите до температуры 26, 29, 32 градусов. Затем прежде чем добавить витамин С в раствор, не после, потому что если сделать это после, то вы ускорите разложение витамина С, и так, прежде чем добавить витамин С в раствор, положите ампулы в горячую воду. А затем надо приступать к делу. Не надо готовить несколько пакетов сразу и затем откладывать пакет на 45 минут. Добавляйте витамин и начинайте инъекцию. И если это комфортная капельница без анестезии, то вы не перегружаете вену. Вот на что я наткнулся. И это радостно. Да, радостно, потому что это тот самый случай в моей жизни, когда я сначала додумался, а потом сделал. И оказалось, что догадка была верной. Когда назначаете большое количество капельниц, особенно пациентам с инфекциями и большой раковой нагрузкой, под большой раковой нагрузкой я имею в виду, что у них большие поражения раком, большой вес раковой опухоли. Например, опухоль весом в полкилограмма, а не на пять грамм, и у них опухоль очень чувствительна к витамину С, поэтому витамин С легко ее убивает. Итак, что происходит, когда ставите капельницу человеку с большой раковой опухолью, а опухоль очень чувствительна к витамину С и быстро умирает, В кровь выбрасывается куча прооксидантного мусора. Когда раковая клетка разрушается, вы получаете выброс прооксидантных побочных продуктов метаболизма и много железа. Нам всем приходится иметь дело с довольно практическими вещами в работе. И под практическими я имею в виду, что если пациенту не будет удобно, то он не вернется. Итак, вы теряете пациента, и тогда кто-то, кому очень нужно лечение, которое он заслужил, не получает его. Да, конечно, нельзя избежать неприятных ощущений, но если вы будете делать то, что я сейчас скажу, то почти всегда ваши пациенты будут покидать ваш офис в хорошем самочувствии. Я называю это зачисткой со стороны витамина С. Здесь есть некоторые формулы, но формулы не настолько важны, как сама концепция, потому что параметрами формулы можно манипулировать. Допустим, вы даете 50 грамм раствора, и после того, как половина пакета введена, пациент чувствует себя абсолютно разбитым. Вы убили много раковых клеток, и вы получаете сильную, я не люблю это выражение, но оно существует, реакцию Хирксхоймера. Этот термин появился изначально при лечении сифилиса пенициллином, а мы не это делаем в нашем случае. Но концепция верна, потому что если убить много болезнетворных организмов, включая сифилис, то в кровь будут выброшено много прооксидантных веществ. Но сейчас о раке, вы вводите 25 грамм, и ваш пациент чувствует себя очень плохо. И что вы делаете? Вариантов много. Осталось ввести 25 грамм. И вы сначала приостанавливаете капельницу на 10-15 минут или ставите поступление лекарства очень, очень медленно, а затем вводите от половины до четверти витамина С от той дозы, на которую возникла реакция, с большим количеством жидкости. То есть вы вводите витамин С, чтобы решить проблему, которую вызвал витамин С. Почему это работает? Потому что когда вы продолжаете очень медленно вводить сильно разбавленный в растворе витамин С, то снижается проникновение в клетки или в раковые клетки, и уменьшается детокс, и погибает меньшее число раковых клеток. Вместо этого витамин С циркулирует в крови и нейтрализует поступивший прооксидантный мусор. Пациенты начинают чувствовать себя лучше через час или около того, и они готовы прийти еще раз. Итак, после большой дозы, введенной быстро, медленно вводите небольшую. И как я уже сказал, волшебной формулы нет. Если пациент все еще чувствует себя плохо, то продолжайте вводить меньшую дозу, вводите ее еще медленнее, и в конце концов им станет лучше. Я это уже говорил некоторое время назад, и это связано со всеми параметрами, о которых мы говорили, о насыщении тела аскорбатом. Это протокол лечения мультидозами витамина С, я уже сказал, что уверен, что доктор Кленер и Поллинг, и другие, использовали бы лепосомальный витамин С, если бы он у них был. Но его у них не было, а у нас есть. Протокол лечения различными формами витамина С подразумевает, что если вы не получаете оптимальной реакции на большую дозу витамина С одной формы, то используйте большие дозы витамина С, других форм. Объясняется это так, При пероральном приеме липосомального витамина С происходит прямое попадание витамина прямо в клетки, прямо вовнутрь важных клеток иммунной системы вокруг кишечника, потому что около 70% клеток иммунной системы обволакивают ваш ЖКТ. Также, если вы не хотите слишком перегружать организм при почечной недостаточности, то при пероральном приеме липосомального витамина С через почки проходит не так уж и много витамина, большая его часть остается в клетках. В этом отличие от внутривенного введения, когда в кровь попадает большое количество витамина, и почками приходится выводить большое его количество из организма, сколько принимать перепрорально липосомального витамина, где-то от грамма до 50 грамм. И можно давать очень, очень большие дозы в течение продолжительного периода времени. Я предполагаю, что нет необходимости назначать дозы более пяти грамм для липосомального витамина С, это просто интуиция, которая основывается на моем опыте. И за последний год ко мне на медицинских конференциях подходили другие врачи, которые говорили, представляешь, я начал лечить ракового пациента и назначил сначала упаковку липосомального витамина С в день, 30 грамм, и ты не поверишь, как хорошо они себя чувствуют. Можно взять себе на заметку этот вариант. Это может показаться немного дорого, но не так дорого, как капельница. Одна упаковка препарата Лифон стоит примерно 30 долларов, а одна капельница – 150-200 долларов. Итак, липосомальный витамин С перорально. Что-то, о чем не говорят, и мы, наконец-то, приходим к этому, это ежедневные допустимые для кишечника дозы аскорбата натрия. Как определить допустимую для кишечника дозу? Просто принимаете несколько чайных ложек до тех пор, пока не проявится диарея. Допустим, это 40 чайных ложек, это примерно 16 грамм, тогда вы назначаете пациенту регулярный прием 11 чайных ложек три раза в день, это 12, 13, 14 грамм за раз три раза в день, и таким образом вы получите самую большую постоянную дозу витамина С, которая не будет вызывать диареи. Позвольте сказать, что диарея – тоже вариант. Я лично использовал для этого витамин С каждый день. Это хороший способ прочистить кишечник, и если не боитесь сходить в туалет утром еще 3-4 раза, то это прекрасно работает. Но некоторые люди думают, что самое ужасное, что только может быть, это провести чуть больше времени на туалете. Это их выбор, но важно вот что, при приеме мультидоз вы принимаете их несколько раз в день. Липосомальный витамин – это так сказать, долгоиграющая форма. Не порошок. Что происходит с порошком? В то время, как вы принимаете максимальную дозу аскорбата натрия, которую может поглотить ваше тело, вы разгоняете моторику кишечника. То есть у вас увеличится, а не уменьшится дефекация. Даже если это будет не диарея, повысится перистальтика. И вы нейтрализуете токсины плохого пищеварения, до их всасывания. Это очень, очень важная причина. Итак, натрий, липосомальный витамин, порошок аскорбата натрия до дозы, переносимый кишечником. Затем можно добавить несколько грамм витамина С в виде аскорбилопальмитата. Он жирорастворимый. Все другие формы водорастворимы. Когда берете специальную жирорастворимую форму витамина С, то он попадает в мембраны клеточной оболочки, в которых много жира, и вы повышаете здесь защиту витамином С. И, наконец, внутривенное введение, то как часто вы можете достать и позволить себе это. Итак, подытожим. Мы на Филиппинах, и я не знаю, насколько здесь знакомы с Марком Твеном. Это один из мудрейших наших философов за последние годы. У него есть одно высказывание, будьте осторожны при чтении книг о здоровье, вы можете умереть от опечатки. И я думаю, что если Марк Твен знал о медицине то, что знаем мы, то он бы изменил это высказывание на такое, будьте осторожны при чтении книг о здоровье, вы можете умереть от того, что напечатано с умыслом. Невежество, как и недостоверная информация, часто смертельная. Продолжение следует...